Всех приветствую! Сегодняшнее видео для рубрики что-то полезное и в качестве полезного сегодня будет выступать плавильная тигельная печь плавка smart melt 2.0. Это компактная мини-печь российского производства, созданная для использования с графитовыми керамическими тиглями. Печь подключается к обычной бытовой электросети 220 вольт. Заявленная расчетная мощность печи 1800 ватт. Печь оснащена микропроцессорным контроллером нагрева, заявленная максимальная рабочая температура 1150 градусов Цельсия. Корпус печи выполнен из нержавеющей листовой стали. Печь использует стандартные тигли размером 1 и 2 килограмма. Контроллер печи программно ограничен максимальным значением температуры в 1150 градусов. По заявлениям производителя используемая нагревательная спираль выполнена из плава Cantal и выдерживает до 1400 градусов Цельсия. Нагрев печи до максимальной рабочей температуры происходит достаточно быстро. Я решил проверить время нагрева холодной печи с пустым тиглем. Продолжение следует... Как мы видим, время нагрева не превышает 10 минут. При первом включении после 20 минут работы в режиме полного нагрева в печи начало что-то обгорать и из печи выходил дымок. Также появился соответствующий запах. При втором включении этого замечено не было. Судя по всему происходит обгорание каких-то новых материалов внутри печи и я надеюсь, что в дальнейшем это не будет доставлять каких-то беспокойств. Также для использования печки был заказан набор юного, ну или в моем случае не очень юного, но начинающего стлевара. В который вошли вот такие вот спилковые краги на подкладке. Вот такие ложечки лопатки из нержавейки. Также палочки-мешалочки, также графитовые. Правда они очень короткие и соответственно к ним, видимо, придется придумать какие-то удлинители из нержавейки. И также вот такие специальные клещи для работы с тиглями. Вот так это происходит соответственно. Также было заказано несколько тиглей на 1 и 2 килограмма. Конкретно этот на 2 килограмма. Соответственно 1 килограмм немного поменьше, но еще не получил их. Как я понял, объем тигля измеряется массой расплавленного в нем золота. В этом можно расплавить 2 килограмма золота. Для чего я купил данную печь? Цели мои скорее научно-познавательные. Собственно мне нужно иметь возможность расплавить металл. Мне бы хотелось в дальнейшем освоить отливку небольших деталей сложной формы из люменей, латуни или бронзы по выплавляемой модели. Также мне было бы интересно разобраться в некоторых аспектах ювелирного литья. Мы с вами обязательно что-то переплавим, а может быть даже отольем, но уже в другой раз. Вначале надо подготовить удобное место для этих экспериментов, отвечающие минимальным требованиям безопасности для подобных работ. На сегодня это все. Большое спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всего вам самого доброго и до скорых встреч!